В границах одной страны ему уже тесно. Так про фестиваль «Улыбнись, Россия» думает его президент, народная артистка Алла Сурикова. За 17 лет фестиваль, который был задуман как путешествующий из города в город, в конечном итоге получил постоянную прописку. Уже в пятый раз он проходит в городе оружейников. Теперь, по мнению организаторов, у него должен появиться и новый статус. Одно из главных культурных событий Тулы организаторы предлагают сделать международным. На самом деле, наш фестиваль эксклюзивный. Больше в нашей стране комедийных фестивалей нет. В мире их еще может быть три. Я знаю, в Чикаго, по-моему, в Александрии был, может быть, уже не проводится, был когда-то в Болгарии. Мы открыты для картин, например, на этом фестивале будет картина, по-моему, прелестная Тели и Толи, такая совместная с Грузией. На церемонии открытия пока что Всероссийского фестиваля в городском концертном зале не было свободных мест. Рассказали не только о программе «Всех семи дней», но и вручили призы и премии фестиваля. Так, заочно главный приз в номинации «За все хорошее» получил не сумевший приехать на открытие, но обещавший быть в последний день фестиваля Станислав Говорухин, Эммануил Виторган, Татьяна Кравченко, Вениамин Смехов и Александр Михайлов удостоены премии «За вклад в комедию». А радио «Юмор-ФМ» и Владимир Вишневский стали лауреатами «За вклад в чувство юмора страны». Когда-то я написал стихи, видимо, на упреждение, отшутив себя. А прежде чем сказать «прости» и выйти в предпоследний путь, скажу «большая честь нести достойный вклад во что-нибудь». Но если это чувство юмора России и это признано, то почему? Я считаю, что это большая честь и благодарен. Кроме фильмов признанных мастеров российской комедии, в этом году на фестивале представлены семь дебютных работ. Среди них комедия «Второе счастье» или «Кино за 40 часов». Премьера этого фильма состоялась в первый же день фестиваля. Его сняла Катя Райская, актриса, решившая попробовать себя в режиссерском кресле. Особенность ленты – в ней нет профессиональных актеров, а также сюжет. Его переписывали по ходу съемок. Приходит ко мне банкир, ну вот понимаете, такой классный банкир, 2,10, 2,10 рост. Он готов быть сантехником. Понимаете, ну сценария этого нет, но как от этого можно отказаться? Он такой фактурный. Конечно, была основная нить, на которую все нанизывалось. Но просто изначально должно было сниматься 40 человек, а снялось 132. Бомжей играли, там, миллиардеры наши, там, из списка, там, Forbes. Там, например, там, не знаю, режиссер программы «Время» играла, там, хозяйку Бордейля. Бесплатные кинопоказы проходят не только в кинозалах Тулы, но и на 14 площадках в районах области. Всего на фестивале покажут 29 картин. Все их нужно успеть посмотреть за одну неделю. Лучший фильм по традиции выберут сами зрители. Итоги подведут 21 октября на торжественной церемонии закрытия. Она пройдет в городском концертном зале. Максим Черепанов, Владимир Ребриков, Первый Тульский. Продолжение следует... Продолжение следует...